Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Но в таком порядке мы и остались. Ну и, в общем-то, это был очень хороший такой задел. Буквально после этого должна была стартовать Всемирная шаршечная олимпиада. И, в общем-то, настроение у нас перед этой олимпиадой было хорошим. Это был хороший толчок, Александр. Да, хороший толчок. И не хотите ли Вы сказать, что по итогам вот этих турниров Вы уже планировали себе первое место? Вы знаете, первый вопрос с точки зрения планирования первого места – это вообще приехать на эту олимпиаду. Для того, чтобы… Как это? Главное не побеждать, главное участвовать. Но для того, чтобы побеждать, обязательно надо участвовать. А что были проблемы? Проблемы были очень серьёзные. Серьёзные настолько, что вопрос нашей поездки на олимпиаду уже из Голландии решился буквально в последний день. Просто в последний день за несколько часов до отъезда. Ну, по доброй традиции у нас всегда, у спортсменов, жизнь которых связана с заграничными поездками, в отличие от наших коллег из западных стран, которые проблем визы не испытывают, у нас постоянно необходимо иметь различные визы, постоянно что-то с ними случается. В данном случае у нас были визы для Голландии, визы для Италии, а вот транзита такой небольшой детали для того, чтобы переехать из Голландии в Италию, у нас не было. Не только визы, необходимо иметь какие-то деньги? Ну, это уже, знаете, вопрос очень серьёзный. Билет в Голландию 44 тысячи рублей? Да, да. Ну, на сей раз, это у нас не всегда такое бывает, но на сей раз Госкомспорт всё-таки пошёл навстречу и оплатил нам билет до Голландии. Ну, вот этот вопрос, как добраться до Италии, главным образом всё-таки благодаря визовому вопросу, он стоял до последнего момента. И, в общем-то, большую помощь нам оказал в том, чтобы решить все вопросы Хармвирсму. Как ни странно, то есть вроде бы... Друг белорусских шашистов. Ну да, друг белорусских шашистов, вы знаете, он тренер голландской сборной. Он тем самым, помогая нам, как бы создавал сильного конкурента своей собственной команде, Нидерландам. Ну, в спорте это называется приз Fair Play. Fair Play, кстати, это фирма-спонсор соревнований, так что тут такое совпадение, но... В общем-то, символическое. Александр, когда я узнал об этом результате и спросил у Александра Чеховского, гостренера Белоруссии по шашкам, кто выступал, то обнаружил, что в составе нет Михаила Кацца. А он же должен был выступать по отборочным турнирам за сборную команду. Появился Ватутин. Что произошло? Так, ну, я, конечно, должен об этом сказать несколько слов. Уже, как мы приехали в Голландию, еще в этот момент в составе, состав команды был Гантворк, Пресман и Кац. Кац должен был ехать в Италию, но после турнира в Голландии он почувствовал себя не очень хорошо. Он немножко болел, но тут даже чисто вот в шашечном, в профессиональном смысле он почувствовал себя не очень уверенно. Вы знаете, Кац – это человек, которого знают очень многие, я думаю, телезрители хорошо его знают. И, в общем-то, человек очень сильный как спортсмен, блестящий тренер и человек очень эмоциональный. И для него выступление в Италии – это была, можно сказать, цель длительного достаточно периода жизни. Он готовился к Италии, он думал об Италии. И решение, которое он принял, решение уступить место в команде Евгению Ватутину – это, в общем-то, ну, вот, из тех… Я отношу это к тем разрядам, как спортивный подвиг. Это для него эмоционально было колоссально тяжело. То есть уступить в собственной инициативе место в команде на Олимпиаду, которую, в общем-то, можно было выиграть, если бы и он поехал. Но это очень произвело на меня лично сильное впечатление. И, ну, действительно, Евгений Ватутин поехал на Олимпиаду, выступил очень хорошо. Он играл на первой доске, закрыл первую доску. Ну, есть такой тактический элемент, кто на какую доску садится. Мы… у нас расклад был Ватутин на первой доске, Гандберг на второй, я на третьей. Это было… ну, то есть первый шаг к выигрышу Олимпиады мы сделали еще до начала турнира, потому что все остальные команды сманеврировали не так удачно. Они постарались усилить третью доску, порой в ущерб второй. Ну, и как раз Гандберг… Вы это сами придумали или, может быть, вам подсказал руководитель команды, тренер, представитель, кто-нибудь около, так сказать, шашечного окружения? Нет, ну, в данном случае нам все вопросы приходилось решать самим. Главное… ну, это было обычно для нас и необычно. Все-таки мы первый раз ездили в составе команды Беларуси, и нам, конечно, хотелось, чтобы рядом с нами был тренер или представитель. Но в данном случае, к сожалению, все шашечные республики бывшего Союза, а ныне самостоятельные федерации… А ныне самостоятельные федерации, да. Всех балтийских республик Украины, России прислали по два-три представителя. Ну, это достаточно, видимо, недешевое удовольствие, но все-таки вот Госпомспорта этих стран, видимо, отнеслись к Олимпиаде настолько серьезно, что они изыскали вот в наше время трудные и валютные ресурсы, чтобы послать представителей, тренеров, там, президентов федерации. Вот, пожалуй, мы одни были только в составе игроков. Теперь несколько вопросов непосредственно по Олимпиаде. Прежде всего, уже всемирно-шашечная Олимпиада была, не помню, по-моему, где-то в 85-м, может, в 86-м году, и в составе выступал в сборной СССР тогда Анатолий Гантвард. Он уже был чемпионом, победителем. А сейчас второй раз. Сколько команд выступало на этот раз? На этот раз выступало в Олимпиаде 18 команд. Турнир проводился в 8 туров по швейцарской системе. Ну, число 18, оно возникло в последний момент, опять же, должно было быть больше. Команда Мали приехала только к третьему туру, ее в состав турнира, поэтому не включили. Приехала команда Словении, но ФМЖД, это всемирная шашечная организация, до сих пор еще не определила, кто будет правоприемником бывшей Югославии. Поэтому они тоже не смогли играть. И не приехали Соединенные Штаты Америки, не приехала Германия. Но, в общем-то, 18 команд это достаточно серьезно. Основные фавориты, команда Беларуси, команда России, команда Нидерландов, разумеется, и команда Сенегала, которая сейчас очень сильно выглядит. Все участвовали, все играли, все боролись. Ну, сама Олимпиада проходила для нас, в общем-то, удачно. Да, мы первую информацию получили из Милана после третьего тура, вы шли впереди сенегальцами. А как дальше разворачивались? Мы выигрывали все матчи, наш основной все-таки конкурент, мы объективно понимали, что основной наш конкурент, это команда России, в которой играл чемпион мира Чижов. Она уже в третьем туре проиграла Сенегалу, и это уже дало нам небольшой отрыв. Но мы продолжали выигрывать все матчи, играли, в общем-то, весьма уверенно, чего не скажешь о наших главных конкурентах. Они добывали, так же выигрывали все матчи, но с очень большим напряжением. Но в результате, вот, спорт есть спорт, мы проиграли личную встречу России. И где-то проиграли поближе к финишу. Да, уже ближе к финишу. Поровну у вас было? Да, у нас мы снова сравнялись, и нам нужно было где-то на финишном отрыве убежать. Но мы, в общем-то, сумели это сделать. Мы больше не потеряли ни одного очка, мы выиграли все матчи, и Россия сделала еще одну ничью. Кто был следом за вами? Россия, второе место? Ну, мы первые две команды, в общем-то, уже давно было ясно, что борьбу вели только мы. Третьей финишировала Латвия. Это достаточно большой успех. Кстати, на второй доске за команду Латвии на мужской шашечной олимпиаде играла хорошо известная нашим любителям шашек Зоя Голубева. Ну, сыграла достойно. Если команда занимает третье место, значит, все сыграли как следует. Четвертое место? Четвертым была Украина, имевшая шансы на третье место. А где Голландия, Сенегал? Голландия? Ну, Голландия, это все знают, шашечная страна. Конечно же, если бы Голландия выставила сильнейший состав, Сейбранс, Вирс, Маклерк, то я бы постеснялся говорить, что фавориты были только Белоруссия и России. Конечно, Голландия была бы тоже фаворитом и серьезным, но тут специфика Голландии. Это специфика. У них немножко другая жизнь. Для них порой национальный чемпионат Голландии среди клубов важнее, чем чемпионат мира. А собственные каникулы игрока, особенно если это непрофессиональный игрок, важнее, чем участие в сборной в Олимпиаде. Но они, в общем-то, соблюли спортивный принцип. Кроме Вирсма, который был тренером, остальные игроки были в соответствии с чемпионатом Голландии, но все-таки это был, конечно, не первый состав, и может даже не второй, где-то третий состав сборной Голландии. Они поделили пятое место, заняли пятое. Хорошо. Сейчас вот в эти дни проходят первые туры чемпионата мира в Тулоне во Франции, мужского чемпионата мира, и как раз вот из 24 участников два представителя из Минска. Это Анатолий Гантверх и Александр Болякин. Как Вы расцениваете их шансы? Кстати, Болякин почему не играл за олимпийскую нашу команду? Ну, Вы знаете, Александр все-таки предпочел, это был его выбор, он предпочел более основательную, серьезную подготовку к чемпионату мира, и в шашках, так же, как во многих других видах спорта, очень трудно выступить успешно в целой серии турниров. Нужно как-то подводить собственную форму максимально к какому-то соревнованию. А между Олимпиадой и чемпионатом мира это был совсем небольшой срок. И я понимаю, что Александр, если ответственно подготовиться и сыграть к Олимпиаде, и то потом, буквально спустя пару недель, начать 23 тура в чемпионате мира, это целый месяц соревнований, это очень тяжело. Ну, у нас есть возможность посмотреть, значит, не посмотреть, а мы узнаем, как себя чувствует на чемпионате мира Анатолий Гантвор, который играл за олимпийскую сборную, Александр Болякин. Оставим этот вопрос, каждый волен рассуждать по-своему, и я спрашивал о шансах наших ребят. И немножко о чемпионате. Кто из действующих чемпионов мира выступает? Потому что... Чемпионат мира сейчас очень интересный. Просто необычайно интересный. Он проводится в Тулоне, Франция. Я думаю, что уже слышали об этом любители шашек. И состав там необычайно сильный. То есть вернулся Харм Вирсма, продолжает выступать Тон Сейбранс. То есть вообще за последние уже сколько? Почти 20 лет, наконец-то, они встретились вместе и конкурируют. Ну, по-прежнему, как всегда, силен чемпион мира Чижов. В таком турнире 23 тура непредсказуемый Гундис Валнерис из Риги всегда может себя проявить. Анатолий Гантверк в общем-то показал себя... Это вот 20-й чемпионат мира, Саша. 20-й? Я где-то вот прикинул. 20-й чемпионат мира, и он 4 раза побеждал. Где-то так. Дай бог, если без остатка делилось. Вы знаете, после того, как прошла вот эта летняя серия турниров, Неймегин турнир, Брюнсюм турнир, Олимпиада, где Гантвер, кстати, я не сказал, показал абсолютно лучший результат на всех досках. Сколько у него было? Он выиграл 5 партий из 8. То есть на всех. На первой, второй, третьей досках. Это был самый лучший результат. Ну, он, конечно, играл просто блестяще. То есть я, как его и товарищ по команде, и как просто шажечный специалист, могу сказать, что это был просто высший пилотаж шажек. И, в общем-то, вот после этих нескольких соревнований очень многие газеты так это снова вспомнили, что Гантверк есть Гантверк. И уже называют его в числе просто фаворитов. Если не номер один, то где-то вот номер один, номер два. Так что мы надеемся, что он выступит. Александр Болякин, кстати, выиграл тоже очень крупный турнир в Голландии. Находится тоже в хорошей форме. Я думаю, он все-таки сумел подвести пик своей формы к чемпионату мира. Ну и он тоже относится однозначно к фаворитам первого уровня. Вы будете иметь возможность поехать во Францию на несколько дней? Если да, то, пожалуйста, большой привет от почитателей таланта Анатолия Александра. Передайте им. Спасибо. Я только по телефону, к сожалению, могу передать. Ну, может быть. Ну что, Саша, я думаю, есть смысл посмотреть вот на эту позицию. И мы, в общем-то, не договаривались с вами, что вы что-то будете показывать. Но как же, чтобы такой известный гроссмейстер... Рассказ без шашек. Да, без шашек. Что это за позиция и кто играл против? Вы знаете, Олимпиада – это турнир с колоссальным напряжением. А когда вот турнир проходит с колоссальным напряжением, вот как-то творчество всегда немножко отступает на второй план. Поэтому, чтобы найти какой-то красивый фрагмент, я обратился к небольшому однодневному турниру, который проводился там же в море. Белыми играл я, черными играл один из игроков российской команды – гроссмейстер Фурман. Значит, в этой позиции белые сыграли 47-41. Ну, такой ход он позиционно выглядит, может быть, и не так здорово, но в нем есть некоторые такие скрытые на первый взгляд возможности. Ну, вот напрашивающийся ход черных – 21-26. Тогда белые проводят такую комбинацию. 34-30, черные бьют, жертвуются две шашки, черные бьют. Жертвуются еще две шашки, черные снова бьют, черная судьба. Белые сбивают три шашки. Эта шашка называется перфорирующий удар. Они расчищают дорогу к дамкам, и теперь наносится заключительный удар. 30-24, черные сбивают, и белые бьют. Раз, два, три, четыре шашки в дамке. Это такой важный вариант, который влияет на всю позицию. Черные разгадали. Игросмейстер Хурман, игрок сильный, он заметил эту возможность и сыграл сильнейшим образом. 23-28. После этого я не буду тут вдаваться в тонкости, но при позиционной игре позиция белых довольно опасная, поэтому они предпочли форсировать тут ничья, а не это я. 34-30. Белые угрожают отдать одну шашку. Бой. Бой. Затем отдать вторую и съесть три. То есть у черных единственное возражение 19-23. И теперь белые проводят комбинацию, которая форсированно приводит к ничейному исходу. 36-31. Шестоклеточное правило большинства. Надо бить две. Это дамка. 39-34. Снова надо бить две. И это также дамка. Это такой необычный момент в комбинации в партии, когда уже две дамки у противника. Теперь 49-43. Снова стоклеточное правило. Можно бить одну. Можно бить одну. Надо бить две. Черные вынуждены побить дамкой две. Теперь белые сбивают. Я еще там немножко посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть шашек противника. И вот эта идея того хода 49-43 промежуточного, что теперь черные не могут побить сюда, не могут побить сюда, они должны сбить именно две. Это дамка. Теперь белые сбивают. Черные сбивают. Белые сбивают. К сожалению, такая красивая комбинация ведет только к ничьей. И партия завершилась на этом ничью. Интересная партия. Спасибо. Я думаю, что для некоторых телезрителей наше интервью будет незаконченным. Если я не задам вам один вопрос. Я начинал с циферь. И, наверное, стоит все-таки спросить. А какое вознаграждение вы получили за победу на всемирной шашечной олимпиаде? Вознаграждение вы имеете в виду от организаторов или от наших? От организаторов. Спорткомитета, от наших, от организаторов. От организаторов, к сожалению, на олимпиаде не было денежных призов вовсе. То есть нам вручили красивый кубок, нам вручили медали, но денежного вознаграждения не было. А здесь по возвращению, ну, пока еще мы имеем вроде бы информацию, что нам должны выплатить премию как чемпионом мира в размере 52 тысячи рублей. Александр, вот вы сказали, что Зоя Голубева-Садовская выступала за мужскую команду Латвии. С мужчинами-шашистами у нас все нормально. А что уже с женщинами? Голубева уже не у нас, а Альшуль тоже уехала. На кого надеяться? Ваша жена-шашистка, и причем член сборной команды Республики Беларусь. Вот поэтому такой вопрос. Ну, вопрос. Не в бровь, а в глаз. В общем-то, если надежды на мою жену, таких уж больших даже у меня нет, так что я думаю, у любителей шашек тоже. Ну, не знаю. Она, может быть, сыграет в чемпионате мира, я надеюсь, на будущий год чемпионата мира в Голландии, в Брюнсме, в таком шашечном центре нынешнем голландском. Но я думаю, что все-таки конкуренция на ближайших чемпионатах мира пойдет между нашими землячками, но бывшими. Что ж, опять придется надеяться на Михаила Кацца заслуженного. Может быть, он готовит очередную чемпионку мира. Спасибо за интервью. Я заканчиваю встречу с Александром Пресманом, членом команды сборной Республики Беларусь, которая блестяще выступила на Всемирной шашечной Олимпиаде. И предоставляю слово постоянному ведущему. Уже более 30 лет он ведет телеклуб «Белое и черное Аркадия» Виндиктовичу Аркетницкому. Пожалуйста. Дорогие аматоры шашек, доброго вам дня. У нас сегодня 430-я встреча была. 32 года мы встречаемся с вами в клубе «Белое и черное». Но сегодня заняла, так сказать, шмар часу передача. И она цикава и потребна. Олимпиада света. И поспех наших белорусских шашистов. Не уступают они. И когда были в Союзе, то все же наши шашисты показывали, так сказать, ведущую, отыгрывали ведущую роль. И Гантов, и Зоя Садовская, и Сахненко. Сколько у нас чемпиона к свету было. Вот. Ну, мне, так сказать, придется сегодня с вами заняться нашим конкурсом 92. Вот мы сейчас и почнем показ позиции. И... И...